Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля и мы продолжаем говорить о плодах Духа. Первый плод из Галатов 5 главы 22-23 стих – это любовь. И речь идет не просто о любви, речь идет о агапе – жертвенной любви. Почему я считаю, что это плод Духа Святого? Потому что, знаете, я наблюдая за собой, я замечаю, что я просто не способен быть тем, кто любит так, как любит Христос. Наша любовь, она все-таки больше похожа на, знаете, такой рыночный вариант. Ты мне, я тебе, я люблю тех, кто любит меня. И Иисус обличает нас таких, как я, и говорит, что особенно вы делаете, если вы любите тех, кто любит вас. Стоит кому-то меня обидеть, и моя любовь испаряется, как туман поутру. И хочется ее вернуть, знаете, так схватить, но, к сожалению, туман назад не схватишь, когда это все начинает уходить, внутри тебя остается сухая пустыня и злость и раздражение. Знаете, каждый раз, когда мы пытаемся любить, мы с каждым днем делаем это лучше. Потому что Господь, Он работает внутри нас. Он постоянно говорит нам о каких-то наших недочетах. Допустим, проснулся ты утром, ты переживаешь потрясающее присутствие Божье, у тебя все хорошо, ты еще не встал не с той ноги, ты все еще в молитвенном состоянии, ты помолился, ты открыл Писание, Бог говорит с тобой, у тебя все супер, у тебя все хорошо. А потом вдруг кто-то делает тебе что-то неприятное, и твоя любовь, которая только что была наполнена на твое сердце, начинает куда-то испаряться. И Дух Святой показывает тебе, не делай сейчас резких движений, просто закрой глаза и начни молиться. Не реагируй на раздражение, не реагируй на обиду, не реагируй на это, просто посмотри на этого человека моими глазами. И вы знаете, с каждым разом это получается все лучше и лучше. Дух Святой, Он как такой, знаете, потрясающий наставник в любви, который в мелких деталях начинает тебя учить быть тем, кто любит. Самый простой пример. Я очень много говорил своим ребятам о том, что мы проповедуем Евангелие не ради того, чтобы наполнить нашу общину. Если человек покается и пойдет в другую церковь, это будет просто замечательно. Знаете, когда мы делали евангелизации, на нас обрушилась огромная просто волна критики со стороны церкви, и пасторы говорили, ты неправильно делаешь, ты не то делаешь, мы тебе запрещаем так делать, и так далее, и так далее. Но когда на этих евангелизациях люди принимали Иисуса Христа, эти же самые критики прибегали с Новыми Заветами, дарили этим новообращенным людям эти книги, и там был их адрес. И знаете, внутри меня поднялось такое раздражение. И Бог, Он просто сказал, ты сам говорил об этом. Ты должен радоваться, что люди познали меня. И сделали они это не потому, что ты такой хороший, а потому что я захотел это. И ты должен продолжать любить этих критикующих тебя людей. Господи, это же трудно. Да, конечно. Но если бы любовь была легким делом, мир бы был наполнен ею. Но любовь это всегда жертва, друзья. Когда мы говорим об Агапе, это всегда жертва. Это всегда, когда ты приносишь себя в жертву вот этим людям, которые тебя не любят на самом деле, но Христос так сделал, Он учит нас. Если я скажу, что мы с вами не способны на такую любовь, то большая часть согласится со мной. Но когда Дух Святой наполняет наше сердце, когда Дух Святой руководит нами, мы можем это сделать. Мы можем. Мы можем посвятить время молитве за своих обидчиков, за тех людей, которые тебя хулят, ненавидят, клевещут на тебя, сплетничают о тебе и так далее. Мы становимся способными. И Дух Святой, который живет внутри нас, Он учит нас этой любви. Он учит нас, говоря, показывая, объясняя, наставляя, обличая. Он постоянно, постоянно работает. И знаете, вот его пребывание внутри нас, это как некий такой вот образчик, образец того, как это должно быть. Когда ты поступил вот с каким-то братом, сестрой, с отступником, грешником и так далее. Вот так Дух Святой сразу раз подставляет вот этот вот, знаете, образец, как должно быть. И ты видишь, нет, я сделал не то. Я не поступил так, как должен был. И меня это, кстати, очень сильно угнетает, потому что за двадцать с лишним лет, что я верующий, я постоянно, сравнивая то, как я поступаю, как поступал бы на моем месте Господь, я вижу, что я проигрываю. Да, лучше становится. Чуть-чуть. Чуть-чуть. И это меня еще больше угнетает, потому что я думаю, что мне надо еще лет семьдесят-восемьдесят, чтобы хотя бы на десять, на десятую часть быть таким, как он. Но когда мы любим, когда мы поступаем по любви, когда человек говорит о нас гадости, а мы склоняем колени, говорим, прости Господи, он не понимает, что он делает. Он не понимает, что то, что он делает, это не евангельский дух. Вообще я вам одну вещь скажу. Есть две вещи, которые четко показывают, что этот человек не руководится Духом Святым. Это когда кто-то кого-то обвиняет, даже заслуженно, и тот, когда оправдывая меня, знаете, такое, да это не я. И вопрос не во лжи или правде. И это четко усвоил на своем опыте. И увидел, насколько это огорчает Духа Святого, когда мы оправдываемся, потому что Христос оправдание наше. Он наш адвокат. В нем, ребята, в нем, в нем все наше оправдание. В его крови, в его голговской жертве. Не оправдывайтесь никогда. Дьявол будет приходить через самых потрясающих людей и говорить, ты плохой, ты нехороший, ты это сделал. Не оправдывайтесь, потому что он хочет, чтобы ты в сердце начал унижать жертву Христа. Его любовь. Его любовь говорит, я прощаю тебя. Ну, не публично, знаешь, прости рев руку, ты грешник, я тебя прощаю. Нет. А его любовь, она говорит, я понимаю, почему. Ты просто не способен любить так же, как и я. Но я учусь. Я учусь, и я обязательно научусь. И знаешь, когда ты готов пожертвовать собственной репутацией, своим эго, да чем угодно, и ты готов просто склонить колени и начать ходатайствовать за этого человека, просить, чтобы он сблизился с Богом, чтобы он был близко с Ним, чтобы он влюбился в Иисуса так, что весь мир стал бы розовым. И это не ты. Это Дух Святой. Это Дух Святой побуждает тебя к этому. Это ты настолько научился взаимодействовать с Ним, ты настолько близко с Ним. Жалко, что это бывает моментами, но ты настолько вот соприкоснулся с Богом, что ты просто не можешь уже проявлять ничего другого. И это Он. Согласитесь, когда мы проявляем настоящую любовь, когда мы готовы обнять человека, невзирая на то, что он плохой, это Он. Это не мы. Итак, друзья, настоящая любовь – это всегда плод жизнедеятельности, работы Духа Святого в нашем сердце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова